Память о прошлом Деревенская архитектура Русская изба с ее убранством И бытовой утварью Не каждый музей может похвастаться таким добром Не говоря уже об образовательных учреждениях В Нинесском округе в школе номер 5 Воссоздали колорит русской избы Нелли Леонидовна, здравствуйте Здравствуйте Сегодня мы у вас в гостях Очень приятно видеть такую русскую обстановку Скажите, чья была идея создания Вот именно в таком формате музея? Ну экспозиция русская изба Я ее создала Потому что вначале у нас был просто исторический музей История школы А затем, когда я стала руководителем Я подумала, что хорошо было бы Сделать такую экспозицию, как русская изба Потому что здесь хранятся Те предметы, которые сейчас не используются А детям очень интересно Их смотреть Вот даже сейчас, когда я провожу экскурсии Это я вижу Они не знают и не видели никогда таких вещей И это действительно так Ведь некоторым предметам музея более 100 лет Секретами русской избы, ее таинствами и предметами Нелли Насонова познакомила и нашу съемочную группу Эти предметы я в большей степени привезла из Вижеса Из своего дома И из дома соседей наших Тетушки У которой была русская печка Ухваты, лопаты Чугунки от нее привезла На чердаке у нас вещи какие-то взяла Поэтому Все практически из Вижеса привезено Всего из Вижеса хранительница музея Привезла более 50 старинных предметов Большинство из них Это кухонная утварь Ну в первую очередь вот это Это называется наблюдник Потому что блюда Блюда, тарелки хранились Это наблюдник Затем Это грабилки для ягод Ягоды брали Они были разных размеров Большие, маленькие Вот даже здесь инициалы чьи-то Индивидуальные Да, да Да и все предметы старинные Они были с инициалами Вот потом мы посмотрим Другие Там тоже есть инициалы И моей бабушке есть Вот видите, большая грабилка Поменьше грабилка Ягоды брать Сейчас-то такие усовремененные А это вот деревянные Они делались мужчинами в семье Хозяевами Вы тоже им раньше собирали ягоды? Да, да Пока не было железных Мы собирали вот такими У нас много было таких дома Затем вот такие совочки Тоже в магазинах ведь не было Тоже я привезла извежки И тоже с клеймом Видите, тоже с клеймом Да, АМ А так как вижу все Михеевы Значит, кто-то Михеев Александр Михеев Может быть Или Анна Михеева Вот это для сыпучих Для песка, для муки Вот это тоже такая вот Очень не знаю, сколько ей лет Но я на чердаке ее дома нашла Ничего себе Смотрите, что удивительно Здесь такие вставки Да, да Я никогда не видела Именно для красоты сделано Кроме кухонной утвари В музее представлены и предметы рукоделия Наибольший интерес из них представляет русская прялка Вот и правда говорят, что самый желанный раньше подарок для девушки Это, конечно же, была прялка Ну, наверное, да Потому что девушку сажали за прялку уже с шести лет Она себе пряла нитки И из этих ниток, из этой пряжи Ей вязали головную повязку И он служил оберегом Может быть, поэтому и с детства у нее уже была своя прялка У каждой девушки И прялки вот старались украсить, да Это не просто был инструмент, но такой красивый предмет Да Прялка у каждой хозяйки был свой рисунок И уже по рисунку узнавали хозяйку Поэтому вот здесь мы видим Такую очень расписная прялка Это уже новая прялка Вот это старая И здесь мизенский рисунок Мизенские кони Но ее плохо видно Да, чуть-чуть отъеду Да, вот это кони, мизенская роспись А чья это прялка? Знаете, да, хозяйку? Ну да, у нас она появилась, конечно, от бабушки Моей бабушки А ей досталось от матери Поэтому сколько лет Передавали, да? Передавали, да, передавали прялка, конечно Вот видите, даже Вот здесь сношено много сидели на ней На ней же сидят, поэтому сношено все Прялка была действительно ценным подарком Отец дарил ее дочери, жених невесте, муж жене В некоторых местах по обычаю Жених должен был изготовить прялку собственноручно А старую родительскую сломать в знак помолвки Прялки, пришедшие к нам из далекого прошлого Ни одна не повторяет другую У каждой есть своя особенность Видимо, каждая хозяйка прялки, да и хозяин, скорее всего, приложили свое усилие, выдумку и фантазию для украшения, удобства и облегчения труда На Руси прялки делали из клена, осины, березы и липы Прялки различаются размерами, формой лопасти, ножки, декоративными украшениями Ручная прялка состояла из вертикальной части, куда привязывалась кудель и горизонтальной дунцой, где сидела пряха Кудель – это очищенное волокно льна, конопли или шерсти, приготовленные для придения Чтобы добыть его, пряхи нужно было приложить немало усилий Помогали в этом чепахи Вот чепахи Работа очень трудоемкая Ну, вообще, начало это с овцы состричь шерсть Затем ее сочепать, всю грязь вычепать Она вот так делается Вот вся грязь вычесывается Ну, а чепали ведь не только овец, да? Ну, собак можно было, да, собак Вот такими чепахами Иногда и руки стирали даже Все руки в кровь сотрешь В музее хранится и более усовершенствованный вид прялки – русская самопрялка Это тоже прялка Только что прялка, она механизированная считается уже Из дерева тоже делали мастера Были специальные мастера по прялкам, по изготовлению прялок И изготавливали Конечно, у каждой хозяйки тоже такая прялка была Но, о которой прялки я говорила, с веретеном работает Она тоже здесь нужна, потому что тоже надо откуда-то брать ниточку Поэтому она тоже нужна И сюда уже вот на это, без веретена Вот на эту штучку, не знаю, как она называется Накручивается нитка И хозяйка сидит, ногой крутит Оно все это идет, скручивается А нитка идет из той прялки Более уже такой сложный, да? Да, сложный такой А он откуда к вам пришел? Эту прялку мне передала Носова Галина Архиповна Она тоже из нашего землячества, Ижевского И ей тоже досталось от кого-то, от предков Может быть, от мамы, от бабушки И она говорит, что тоже она очень старая Может быть, около ста лет ей Есть в коллекции интересный предмет для глажки белья Рубель Это прапрадец современного утюга Кстати, правнук утюг с суперсовременными технологиями И не справился бы со старинными тканями Изготавливались они вручную В основном изо льна Их грубы были настолько, что после стирки колом стояли Обработка рубелем не только удаляла складки на ткани Но и делала ее мягче После такой процедуры даже плохо постиранное белье Становилось белоснежным, как будто из него все соки выжили Отсюда и пословица Не мытьем, а катанием И это только малая часть предметов школьного музея Кстати, все старинные экспонаты, в отличие от музейных Можно взять в руки и спокойно рассмотреть тонкую ручную работу Основной слоган работы школьного музея «Русская изба без родной земли нет большой судьбы» Здесь детей не просто знакомят с предметами русского быта А учат гордиться обычаями и культурой своей родины Нелли Леонидовна, спасибо большое вам за интересную экскурсию Зовите в гости, обязательно придем еще раз Спасибо вам, приходите, пожалуйста Напомню, это была программа СИЮ «Зов сердца» Встретимся ровно через неделю Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова